Уста, через которые вещает Бог, это уста Божии. Как эти вот уста, уста нашей души, хотя, собственно, душа и не имеет уст, так и уста пророков Божии. Послушайте и ужаснитесь. Диакон стоит и, громко восклицая от лица всех, говорит «вон мимо», и это часто. Этот голос, который он издает, есть общий голос церкви, но никто не внимает. После него чтец начинает пророчество Исаина, и опять никто не внимает, хотя пророчество не содержит в себе ничего человеческого. Потом вслух всех вещает, сия глаголит Господь, и так же никто не внимает. Но что я говорю? Читается нечто страшное и ужасное, но и при этом никто не внимает. И что говорят многие? Всегда, говорят, читается одно и то же. Это-то особенно и губит вас. Если бы вы знали все это, то тем более не следовало бы оказывать пренебрежение. Не на зрелищах всегда бывает одно и то же, и однако вы не знаете в них сытости. О каком одном и том же ты дерзаешь говорить, когда не знаешь даже имен пророков? Не стыдно ли тебе говорить, что ты не слушаешь потому, что всегда читается одно и то же, когда не знаешь даже имен читаемых писателей, хотя и слушаешь всегда одно и то же? Ты ведь сам сознался, что читается одно и то же. Если бы я говорил это к твоему осуждению, то тебе надлежало бы обратиться к другому оправданию, а не к такому, которое служит к твоему же осуждению. Скажи мне, не вразумляешь ли ты сына своего? Но если бы он сказал, что всегда одно и то же, то не принял ли бы ты этого за оскорбление? Тогда можно было бы не говорить одно и то же, когда бы мы и знали это, и показывали своими делами, или лучше, и тогда чтение того же не было бы излишне. Что может сравняться с Тимофеем? Но, однако, и ему в послании Павел говорит, занимайся чтением, учением. Невозможно, никогда невозможно исчерпать смысл писаний. Это некоторый источник, не имеющий предела. Говорят, я научился, и этого довольна с меня. Но хотите ли я покажу, что не все одно и то же? Сколь многие, полагаете, вы, говорили о Евангелиях, и все они говорили нечто новое и особенное. Чем более кто занимается писаниями, тем яснее видит, тем более созерцает чистый свет. А сколько я еще могу сказать? Что такое, скажите, пророчество? Что повествование? Что притча? Что иносказание? Что образ? Что символ? Что Евангелие? Скажите мне только о том, что ясно. Почему Евангелие так названы? Хотя вы часто слышали, что благовестия не должны заключать в себе ничего прискорбного, однако в них много прискорбного. Червь их не умирает, говорится в них, и огонь не угасает, и также и рассечет его, и подвергнется одной участи с лицемерами. Также и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Не станем же обольщать себя, воображая, что они называются так только у нас по-гречески, или будто это все не относится к нам. Но вы онемели, и как изумленные, стоите, поникнув в долу. Благовестия не должны заключать в себе ничего из правил деятельности, но только выражать благоприятное. И однако в них множество правил деятельности, как, например, следующее. Если кто не возненавидит отца своего и матери, тот не может быть моим учеником. И еще не мир пришел я принести, но меч. И еще в мире будете иметь скорбь. Прекрасное внушение, но это не благовестие. Благовестием было бы следующее. «Это будет для тебя хорошо», как обыкновенно говорят люди друг другу. «Что скажешь мне приятного?» «Придет отец твой, мать твоя». Они говорят, сделай то-то. «Еще скажи мне, чем они отличаются от книг пророческих?» Почему те не называются Евангелиями, хотя также содержат и благовестия, как, например, «Тогда хромой вскочит, как олень». «Господь даст Слово» «Правозвестниц великое множество». «Вот я творю новое небо и новую землю». Почему те не называются Евангелиями или они пророчеством?» Если же вы, не зная, что такое Евангелие, так пренебрегаете чтением Писаний, то что я скажу вам? Спрошу еще и о другом. Почему четыре Евангелия? Почему не десять? Почему не двадцать? Почему немногие приступали к составлению Евангелий? Почему не один? Почему ученики Христовы? Почему не те, которые не были учениками? Почему вообще священные книги называются Писаниями? Между тем, напротив, в Ветхом Завете говорится «Я заключу с домом Израиля Новый Завет». Где же те, которые говорят, что всегда читается одно и то же? «Если бы вы знали, что хотя бы человек прожил тысячи лет, и тогда для него здесь не было бы одно и то же, то вы не сказали бы этого? Поверьте, я не стану более говорить вам об этом ничего ни наедине, ни всенародно. Но если кто будет спрашивать, то не откажусь отвечать. Если же нет, то оставлю». И то уже мы причинили вам скорбь, говоря всегда обо всем прямо и не оставляя того, что нужно. Вот вы слышали довольно вопросов. Рассмотрите и скажите причину, почему Евангелие так называются, почему не пророчествами, почему в Евангелиях есть правила деятельности. Если один будет недоумевать, то пусть подумает другой и свои мысли сообщаете друг другу, а мы затем замолчим. Если сказанное не принесло вам никакой пользы, то тем более будет бесполезно, если бы мы прибавили что-нибудь другое. Подлинно мы вливали бы воду в дырявую бочку, а вас от того постигло бы и большее наказание. Поэтому мы замолчим. А что бы этого не произошло, зависит от вас. Если мы увидим вашу ревность, то, может быть, опять станем говорить, что бы и вы более и более преуспевали, и мы радовались о вас во всем славе Бога и Отца Господа нашего, Иисуса Христа, которому слава, держава, величие, честь с обезначальным Отцом и Святым Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Толкование на Евангелие от Матфея Стихи 3-6 И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей. Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но дна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». О безумие иудеев! Такими вопросами они думали заградить уста Христу. Именно, если бы он сказал, что позволительно разводиться с женой по всякой причине, то ему возразили бы, как же ты прежде говорил, что никто не должен разводиться, разве только с прелюбодейной женой. А если бы сказал, что вовсе непозволительно разводиться с женами своими, то его улучили бы в противоречии Моисею, который велел прогонять ненавистную жену и без благовидной причины. Что же Христос? Он показывает, что Создатель с самого начала узаконил единоженство. Он в самом начале сочетал мужа с одной женой, следовательно, не должен одному мужу сочетаться со многими женами, ни одной жене со многими мужьями, но как вначале были сопряжены, так и должны оставаться, не разрывая сожительство без уважительной причины. При всем, чтобы не раздражить, фарисеев не сказал, «Я сотворил мужеской, полы женской», а сказал неопределенно, сотворивший. «Далее Богу угодно, чтобы они по сопряжении жили так неразрывно, что позволил им оставлять родителей и прилепляться друг к другу». Вопрос. Как же в книге Бытия написано, что слова «Посему оставит человек отца и мать», сказал Адам, а Христос говорит здесь, что сам Бог сказал «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей». Ответ. «И то, что сказал Адам, сказал по внушению Божию». Так что слово Адамова есть слово Божие. Если же они, Адам и Ева, стали одной плотью, быв соединены посредством совокупления и естественной любовью, то расторгать законных супругов так же неприлично, как рассекать собственную плоть. Чтобы не возмутить фарисеев, Господь не сказал «Да не разлучит Моисей». Но вообще человек означает таким образом безмерное расстояние между сочетающим Богом и расторгающим человеком. Стихи седьмой девятый. Они говорят ему, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так?» «Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившись на разведенной прелюбодействует». Фарисеи, видя, что Господь заградил их уста, пришли в затруднение и указывают на Моисея, будто бы противоречащего Христу и говорят, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и отпускать жену?» Поэтому Господь, обращая всякое обвинение на их голову, оправдывает Моисея и говорит, «Моисей дал такой закон не по желанию противоречить Богу, но по вашему жестокосердию, чтобы вы, желая вступить в брак с другими женами, по своей жестокости не погубляли первых жен». В самом деле, будучи жестокими, они стали бы убивать своих жен, если бы Моисей не принудил их отпускать их от себя. Поэтому он узаконил давать женам ненавидимым своими мужьями разводное письмо. «А я, продолжает Господь, говорю вам, что хорошо отпускать жену блудную, как прелюбодейцу, но ежели кто прогонит несоблудившую, тот виновен, если она сделается прелюбодейцею». Возьми во внимание следующее. «Прилепляйся Господеве, един Дух с Господем». Послание 1 апостола Павла к Коринфянам, глава 6, стих 17. «И всем случаем бывает своего рода сочетание верующего со Христом, ибо все мы сделали с едино тело с Ним и составляем члены Христовы». Если же так, то никто не имеет права отделиться от всего союза по слову Павла, который говорит, «Кто отлучит нас от любви Божией? Ибо что сочетал Бог, того не могут разлучить, как говорит Павел, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы». Стих 10. Говорят ему ученики его, «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Ученики смутились и говорили, если муж и жена сопрягаются для того, чтобы были едино и оставались нерасторжимыми на всю жизнь, так что жена, ежели она не прелюбодействует, не должна быть изгоняема, хотя бы она была и злая, то нехорошо жениться. Лучше не жениться и бороться с естественным вожделением, нежели взять и терпеть у себя злую жену. Обязанностью человека к жене называют неразрывный союз их. Некоторые же понимают это так. Есть ли такова обязанность? То есть, если человек, незаконно отгоняющий жену, подлежит вине или осуждению, то лучше не жениться. Стих 11. Он же сказал им, «Не все вмещают слово сие, но кому дано?» Поскольку ученики говорили, что лучше не вступать в брак, то Господь в ответ говорит, что хотя стяжание девства есть великое дело, но оно не всеми может быть сохраняемо, а только теми, которым дарует Бог. Слова «но кому дано?» здесь стоят в место, которым содействует Бог. Даруется же тем, которые от сердца просят, ибо сказано «просите, и дано будет вам», всякий просящий получает. стих двенадцатый «Ибо есть скопцы, которые от чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного, кто может вместить, да вместит». Подвиг девства говорит, есть жребий немногих, есть скопцы от утробы матерни, то есть люди, которые по природному сложению не имеют влечения к совокуплению с женами, но их целомудрие не приносит им пользы. Есть и такие, которые оскопляются людьми, оскопляющие же сами себя ради Царствия Божия. Суть не те, которые отрезают у себя члены, ибо это преступно, но те, которые воздерживаются. Понимай, и так, бывает скопец от природы, то есть, как выше сказано, по природному сложению не склонны к любострастию. Оскопляемый от людей есть тот, кто удаляет себя от рожжения плотской похоти вследствие человеческого наставления, наконец, оскопляющий сам себя, есть тот, кто не по-чужому, а по собственному расположению добровольно решился на подвиг целомудря. Таковой очень хорош, потому что он независимо от других сам произвольно вступает на путь к Царству Небесному. Желая же, чтобы мы добровольно подвязались в добродетели девства, Господь говорит, кто может вместить, да вместит. Таким образом, он не принуждает к девству, не возбраняет и брака, но девство предпочитается. КОНЕЦ